Девушки отдыхают Ходить в самые интересные кружки И, конечно же, смотреть национальное телевидение Чувашии Ну а мы, Никита и Данила Васильевы И наши корреспонденты По-прежнему будем рассказывать вам О городских праздниках Школьных мероприятиях И знакомиться с интересными людьми Сегодня вы узнаете, как делают мороженое Может, для ученикам День здоровья И познакомитесь с чемпионами Необычных Олимпийских игр Знаешь, брат, я тут недавно подумал Что быть мальчишкой это так здорово Неожиданно И где же тебя постигла эта гениальная мысль? Просто я на линейке Первого сентября стоял за Катей Петровой А у нее на гуле вот такие банты были Помнишь? Я за этими бантами ничего не видел Вот и думал о разном Мне кажется, эти банты носить ужасно неудобно А сколько места они дома занимают? Ужас! А мы сделали раз, два и красавцы А я все линейку думаю Какой же, кажется, наша ученица Добрый или не очень Все-таки пятый класс Дело серьезное Ребята, а о чем вы думали Во время праздничной линейки? Первое сентября в этом году Было, скажем так, не очень солнечным Но праздник никто не отменял Наоборот В каждой школе его старались сделать особенным И ярким Для учеников 4-й гимназии Сюрпризом стало появление на линейке Знаменитых байкеров Ночных волков А потом в гости еще и фракенбок заглянула Я думал во время линейки Что там была Баба Яга А оказалась домохозяйкой Меня это очень удивило И я не знал, что мы будем шарики пускать В небо Это было очень интересно Саша целый год будет носить гордое звание первоклассника Он мечтает быть отличником И так же, как его друзья Планируют узнать в школе много нового Я очень хочу узнать, почему воде нету воздуха Сколько звезд в небе А это уже второклассники Они торопились 1 сентября В первую очередь на встречу с друзьями Очень хочется в школу Чтобы опять эти веселые перемены были Ну, я думала, что Что я увижу своих одноклассников Они будут Они изменятся за целый год Что они будут хорошими друзьями Ну, и хорошие оценки получать будут Вот интересно, кто 1 сентября волнуется больше Ребята или их родители Ведь им снова придется учиться вместе с нами Писать сочинения Решать уравнения Учить стихи Давайте потренируем память Мамы, папы, вспоминайте Свой самый первый день в школе Я помню свое первое сентября Оно у меня было 4 года, когда мне было Вышел я однажды на улицу Смотрю, моих старших ровесников Старших друзей нет Я у одного спрашиваю, где они Где твой брат Он говорит, в школу пошел Где твоя сестра Он тоже в школу Я говорю, а что, мы хуже, что ли Мы, 4-летние мальчики и девочки Зашли домой без ведома родителей Взяли сетку, положили туда одну книжку Тетрадку, ручку И пошли в школу Нашли мы их в классе, зашли И с первоклассниками сидели Учились так до Нового года Ребята, хочу вас предупредить На пути к знаниям много трудностей Например, лень Лучше прогонять ее сразу и навсегда Вот и другие напутствия Главный момент торжественной линейки Это, конечно, первый звонок Право дать его доверяют Самым умным ученикам И пусть весь год Звонок на каждый урок Вызывает у вас счастливую улыбку Таша Шоклева, Андрей Шоклев, Акилбупсер Прощаться с каникулами летом, конечно, не очень хочется Но мы знаем, как его вернуть Достаточно просто съесть Любимое мороженое И теплые воспоминания о солнышке, море, бабочках Сплывут сами собой Интересно, какой такой волшебный ингредиент Добавляют в это чудо-лакомство? Молоко, сливки, масло, сахар, ванилин Именно из этих продуктов и делают мороженое Приготовить любимый пломбир дома почти нереально Потому что для этого нужны умные машины и профессиональные технологи Все компоненты, которые поступают к нам на предприятие Проверяются у нас в нашей производственной лаборатории И все проверенные компоненты поступают на варку Где они в специальных ваннах смешиваются при определенной температуре Смесь мороженого варится После оно поступает на гомогенизацию То есть жировые шарики сливочного масла разбиваются Затем будущее мороженое пастеризуют Нагревают, чтобы убить микробы И отправляют в так называемые танки дозревания Здесь мороженое томится почти целый день Затем его охлаждает и насыщает воздухом И вот наконец смесь можно разливать по стаканчикам Эта машина называется дозатор Она сама знает, сколько мороженого нужно отправить в каждый стаканчик Тут даже этикетка сама с собой пришлепывается Температура этого пломбира минус 4 градуса То есть пока он мягкий Можно даже сказать теплый Я бы наверное штук 100 таких стаканчиков съела Но их нужно поскорее отправить в скороморозильный шкаф Там мороженое как будто катается в лифте И охлаждается до минус 18 градусов Вот собственно и все Остается упаковать каждый стаканчик в пакет И отправить на склад Даже летом там холодно, как зимой Представляете, в этих коробках аж 100 тонн мороженого Дезуморозу тут бы очень понравилось Первое в мире мороженое появилось аж 5000 лет назад В один из праздников китайцы подали на стол замороженные соки фруктов Так и появился рецепт этого лакомства Сейчас трудно представить жизнь без этого лакомства А сколько разных видов мороженого существует Эскимо, рожок, брикет, стаканчик, ведерко Многие родители не разрешают своим детям есть мороженое Правильно ли они поступают? Вообще я считаю, что мороженое это очень полезный продукт Это же молочная продукция Если его кушать потихоньку, то наше горлышко подготавливается к зиме Естественно, мы уже все не болеем И вообще в мороженом очень много полезных вещей Оно очень поднимает настроение И вообще это молочный продукт, поэтому его нужно кушать всегда Никаких секретных ингредиентов мы на заводе не нашли Наверное, волшебным чепоксарское мороженое делает любовь сотрудников Лея Макарова, Андрей Шоклев, Акилбупсер Ребята, а вам уже задали написать сочинение на тему Как я провел лето? Я думаю, за три месяца в жизни ребенка происходит столько всего интересного Что и тетради не хватит все рассказать Мы с тобой в лагере отдохнули, в деревне пожили, всю Олимпиаду посмотрели А наши корреспонденты побывали на форуме детского экранного творчества «Бумеранг» на Черном море В лагере Орленок всегда в августе приезжают юные журналисты со всей страны Там чепоксарские ребята привели свою Олимпиаду, журналистскую, чтобы найти коллег-чемпионов Злее же получилось, очень захватывающее Главный инструмент журналиста – это слово Слов в нашем арсенале должно быть много И поэтому наша следующая спортивная дисциплина журналистских игр – это словарно-запасная ходьба Приветствую наших спортсменов! Здравствуйте! Как вас зовут и откуда вы приехали? Здравствуйте, меня зовут Таня Я приехала из города Хабаровска, мне 12 лет Я занимаюсь в студии телешколы Я снимаю фокусы Меня зовут Софья Родионова, я из города Чебоксары И студия моя называется «Куча мала» Какой допинг сегодня принимали, чтобы победить? Конечно же, книжки, что еще? Ну, книжки в наших Олимпийских играх разрешены, так что удачи вам Здравствуйте, как вас зовут? Привет, меня зовут Лиза Пивкина, я приехала из Москвы, медиа-центр ВИФМедиа Расскажите, чем вы там занимаетесь? На самом деле, в один синхрон это все не влезет, так как мы очень много чем занимаемся Но я считаю себя универсальным журналистом, так как умею снимать на видео, монтировать это все И также главной своей профессией считаю фотографирование Лизе всего 10 лет, поэтому наш самый юный участник Мы желаем тебе удачи, а переходим к следующему участнику Здравствуйте, как вас зовут и откуда вы приехали? Здравствуйте, меня зовут Анна, я из самого западного региона России, Калининградской области Я веду региональную программу про профессии Ваша дистанция 30 метров Победит тот, кто первый доберется до финиша, но шаг вы делаете только в том случае, когда называете положительных героев, которые слушают для вас примером Это могут быть спортсмены, космонавты, герои книг и фильмов, ну в общем все, кто для вас авторитет На старт! Внимание! Марш! Мария Владимировна, Мария Владимировна, Дарья Ивановна, Перседжексон, Анапет, Фермен Реджев, Гландвейск, Лубонна, Томас Санксер, Томас, Буратино, Буратино, Луковица, Буратино, Чайковский, Чайковский, Роберт Рождественский. Леонарда Декабрь. Леонарда Декабрь. Леонарда Декабрь. Железный человек. Железный Америка. Капитан Америка. Капитан Америка. Черная паста. Кого еще? Чувашкин. И Человек-сталь. Пожалуйста, ты Орленка. Друзья. Я. И безоговорочную победу в нашей словарно-запасной ходьбе одерживает Лиза Пивкина из города Москва. Ну что, Лиза, скажи, кто для тебя авторитет? Кого ты вспомнила в первую очередь? В первую очередь я вспомнила героев из фильмов. Это такие, как Харли Квинн, Джокер, Томас Санксер, Дилан О'Брайна. А потом я уже начала вспоминать героев мультиков, потом уже писателей. Чувствуешь этот сладкий вкус победы? Да, очень классно все было. Я вообще очень рада, что победила. Скажи, Лиза, а вот совершала ты когда-нибудь в жизни такие поступки, чтобы самой быть примером? Да, я снимала сюжет про инвалидов, потом очень много людей смотрела эти сюжеты. И деньги шли... В общем, было некое пожертвование, и эти деньги пошли инвалидам. Наш чемпион получает заслуженный золотой померанг. Поздравляем! Брат, не вздумай заболеть. Нам же силы нужны на целый учебный год. Срочно надо устроить День здоровья. Кстати, учебный год только начался, а в третьем лицее уже успели провести День здоровья. Каждый год, первую субботу сентября, ученики, учителя и родители этой школы отправляются за Волгу. Вот интересно, что же там происходит? Раннее субботнее утро, а трамвайчик с учениками третьего лицея уже отправляются на другой берег Волги. Сегодня там будет жарко. Чистый воздух, солнце, друзья, что нужно еще для счастья? Чтобы наш класс победил в эстафете. День здоровья – это не только отдых, это соревнования и куча эмоций. Каких только испытаний не приготовили для нас учителя. Старшеклассники бегали в эстафету, а для пятых-шестых классов была построена целая полоса препятствий. Пролезать под веревками, ходить по ним, носить на себе девчонок. Нужно было как можно скорее. Крики болельщиков заметно придавали сил. Для чего нужен День здоровья? Ну, в общем, это адаптационный период, немножко после лета. Это первое. Второе. К нам приходят очень много новеньких. День здоровья – это замечательные условия для того, чтобы они себя показали, друг с другом подружились, друг друга узнали. Это второе. Третья причина – приезжают и родители тоже. И вот очень хочется, чтобы между учителями и родителями были отношения не такое вот учитель и родитель, а вот такое. Понятно? Да. Наш шестой Б-класс занял только третье место. Но мы не сильно расстроились, ведь все только начинается. Вот спросим у победителя секрет успеха, и на следующий год точно будем чемпионами. Мы победили, потому что мы сильные, потому что мы умные, потому что мы сплоченная команда, потому что мы быстрые, потому что мы общаемся и делаем все оперативно. Нам помогает наш классный руководитель Иларионова Марина Протолевна. Ее советы для нас очень важны, и мы к ней прислушиваемся. Есть много способов сделать день незабываемым, и один из них называется «День здоровья». Миша Порфирьев, Саша Васильев, Александр Недюков, Акил Бупсер. Это все, о чем мы успели вам рассказать. А сейчас пора прощаться. Увидимся, как всегда, на национальном телевидении Чувашии или в интернете. Наш сайт ntrk21.ru. Также работает группа ВКонтакте. Присоединяйтесь. Хороших всем новостей и оценок. До свидания. До свидания.